Всем доброго вечера! Меня зовут Ольга Ацыкая, и я представляю вашему вниманию вебинар на тему традиционный бизнес или сетевой. Скажите, кто из участников сегодняшнего вебинара имел когда-то или может быть имеет сейчас свой традиционный бизнес? Есть такие среди нас? Ну, я вообще заметила, что в наш бизнес приходит очень много людей, которые когда-то уже пробовали себя в предпринимательстве и что-то не пошло, не сложилось, да, часто же бывает так, что запускаем какое-то свое дело, вот, и оно у нас не вкладывается, потому что, конечно, финансы нужно туда вкладывать, риски есть определенные. Вот сегодня мы как раз с вами сможем сравнить эти два вида бизнеса и рассмотреть плюсы и минусы каждого из них. План вебинара будет таким. Рассмотрим каждую позицию в отношении как традиционного бизнеса, так и в отношении сетевого. Это инвестиции, риски, доходы, обучение, распределение прибыли, конкуренция, оборотный капитал и свободное время. И сделаем выводы. Вот, хотела сказать, что в жизни практически любого человека, да, однажды наступает момент, когда возникает мысль бросить наемную работу и начать свой собственный бизнес. Это может быть связано с разными факторами, у всех свое. Надоела наемная работа, например, да, не дает желаемого заработка, роста по карьерной лестнице, не устраивает, может быть, коллектив, начальство и так далее. Вот. Второй вариант – это есть какое-то любимое увлечение, в котором человек чувствует себя специалистом и которое хотелось бы развить в личное дело. Либо появилось, возможно, свободное время, которое хочется занять каким-то полезным занятием, которое будет еще и прибыль к тому же приносить. Вот. Ну и другие причины. И тут возникает множество вопросов. Какой бизнес выбрать, да, где меньше финансовых вложений, с большей отдачей, где легче и комфортнее, какую нишу выбрать, чтобы не прогореть. Кроме того, в России сейчас активно набирает обороты сетевой бизнес. Так какой лучше бизнес выбрать, традиционный или сетевой? Вот сегодня мы с вами и разберем как раз этот вопрос. Итак, мы начнем с инвестиций. Традиционный бизнес не может начаться без вложений. Как бы ни говорили, да, что есть такие виды бизнеса, где можно без вложений начать, да, но какая это может быть сфера? Это может быть сфера услуг. Но опять же, даже для того, чтобы развиваться в сфере услуг, это к минимуму какой-то офис нужен, да, с арендой. Вот, вообще обычно вложения в бизнес не маленькие, и зависят они от масштаба того бизнеса, который вы хотите открыть. Вот, чем больше этот бизнес, тем больше, чем больше прибыли мы хотим получить, тем больше в него нужно и вложить. От размера и желаний зависит, что мы будем открывать. ИП или ООО. Если это ИП, то можно обойтись там небольшой суммой, да, 1-3 тысячи рублей. Если ООО, то уже и сумма более приличная. А стартовый капитал, это минимум 30 тысяч рублей. Ну, вот я даже не знаю, что можно открыть на 30 тысяч рублей, но если только за аренду платить, да, если без остального всего. Вот, но с этой суммой и доход будет немаленький. Просто хочу сказать, что я имела дело и с традиционным бизнесом, вот, и по вложениям это однозначно. То есть, если вы хотите на выходе хороший доход, ну, хороший что в наше время, вот, скажите, для кого какой доход вообще считается хорошим, да? Кому сколько достаточно? Напишите, пожалуйста. Меня слышно, нет? Спасибо. Вот для того, чтобы получать хотя бы 100 тысяч, да, в месяц, нужно в свое дело вложить как минимум миллион. Согласитесь, такая сумма далеко не у всех лежит в кармане, да? И что мы делаем? Мы берем кредит. И первое время, пока мы развиваем свой бизнес, мы не получаем прибыль, мы гасим вложения свои, то есть мы гасим кредиты своим доходом, да? Мы еще, возможно, что-то закупаем для того, чтобы развить свой бизнес. И получать прибыль мы начинаем очень нескоро. Дай Бог, если через год мы выйдем на ноль, но это тоже очень маловероятно. Как правило, это от трех лет и больше. Вот. А что у нас входит еще, да, в затраты, кроме стартового капитала? Ну, собственно, для чего и нужен этот стартовый капитал, извиняюсь. Это, возможно, закупка товара какого-то, да? Это аренда, это оборудование, это затраты на телефон, программное обеспечение, на рекламу, на коммунальные платежи. Ну, коммунальные платежи – это постоянные вообще затраты, да? Вот. Что еще? Налоги. Мы платим независимо от того, есть ли доход. То есть даже если мы еще не имеем дохода, то мы уже обязаны платить налоги, даже если мы работаем по упрощенной системе налогообложения. Вот. И еще нам нужны деньги. Как минимум на год-два раскрутки. Вот. А что в сетевом бизнесе мы имеем? Инвестиции от нуля до трехсот долларов. Зависит от условий выбранной компании. Например, в нашей компании какие инвестиции? Это только регистрационная плата 149 рублей, да? И все. И как правило, в других сетевых компаниях также инвестиции небольшие, либо их нет совсем. В дальнейшем, когда доход достигает хотя бы трехсот-четырехсот долларов, можно уже открывать ИП. То есть затраты на открытие ИП это всего одна три тысячи. И платим налог по упрощенной системе налогообложения всего шесть процентов от дохода. Нам не нужны аренда, персонал, бухгалтер, логистика, да, налоговая, сестом и прочее. А обо всем этом заботится компания. И мы на это расходы не несем. Единственные ежемесячные затраты у нас это оплата за телефон и оплата за интернет. Какие же есть риски у нас в традиционном бизнесе, да? В традиционном бизнесе много рисков. Он может не раскрутиться и прогореть. Он может стать убыточным со временем. Товар может испортиться, не продаться и так далее. Его могут коснуться природные катаклизмы. А также претензии, возвраты, убытки, негатив связанный с этим. И, к сожалению, убытки могут оказаться в разы больше вложений. В сетевом бизнесе. Что вы потеряете в случае неудачи в MLM бизнесе? Ребят, что мы потеряем, если мы потерпим неудачи в MLM бизнесе? Несколько тысяч рублей, да? О которых через пару месяцев мы уже и не вспомним. А в традиционном бизнесе, к сожалению, все гораздо сложнее. Время, да. Да? В MLM бизнесе мы теряем только время. И, опять же, мы теряем это время только в том случае, если у нас что-то не получится. А почему у нас может не получиться? Потому что поленились разобраться, поленились выполнять действия, да? В общем, здесь зависит все только от нас. Если мы разобрались в бизнесе, если мы регулярно выполняем действия, если мы стремимся к своим целям, если мы хотим расти, правильно, если плохо стараться, да. Если же мы видим свою цель и идем к ней, то в MLM бизнесе мы только приобретем, а не потеряем. Доходы. В традиционном бизнесе он у нас начинается всегда с огромного минуса, о котором я вот уже сказала чуть раньше, да. И этот минус постепенно покрывается прибылью от предприятия. На ноль вы выйдете, в лучшем случае, ну, через год, полтора, два. А первую прибыль получите через 2-3 года только. Рост дохода у нас в традиционном бизнесе, к сожалению, не бесконечный. Он ограничен суммой оборотного капитала. И для того, чтобы увеличить свою прибыль, нам необходимо увеличивать оборотный капитал. То есть, если нам мало, да, этих 100 тысяч, которые мы зарабатываем, вложили еще деньги, открыли еще филиал своего предприятия, либо какую-то дополнительную территорию взяли, и тогда мы можем получать дополнительный доход. В сетевом бизнесе. Мы начинаем свой бизнес без минуса. Мы начинаем его сразу с нуля. И даже с первого же месяца работы мы уже начинаем получать доход. Хоть и небольшой, но доход. И уже через 5-8 месяцев после старта ваш доход может составить до 300 долларов. Ну и даже выше. Опять же, кто как работает, доход у нас не ограничен. Через 8-12 месяцев, но это я вам говорю просто по статистике, доход может достигнуть от 300 до 1000 долларов. Через год-два это уже от 1000 до 2000 долларов. И через два года уже от 2000 долларов и выше. Без ограничения. Для того, чтобы увеличить свой доход в сетевом бизнесе, нам не нужны дополнительные вложения. Мы просто открываем новую директорскую ветку в структуре и готово. Наш доход увеличивается. И количество директорских веток не ограничено. То есть, вот разница, да, по доходам. Обучение. Открывая свой магазин, вы отбираете клиентов и, соответственно, прибыль у ваших конкурентов. И эти акулы бизнеса попытаются вас съесть в тот же миг. В MLM бизнесе ваш спонсор заинтересован напрямую в вашем успехе. Чем доходнее ваш бизнес, тем лучше для него, так как он получает процент от вашего товара оборота. Компания, владелица MLM бизнеса, берет на себя практически всю работу по продвижению товара, его рекламе, обучению сотрудников, кроме непосредственного общения с потенциальными покупателями. А в традиционном бизнесе будьте готовы овладеть этими знаниями и осуществлять всю эту деятельность самостоятельно. И приготовьтесь вкладывать дополнительные денежки за работу специалистов. То есть вот на слайде, что я показываю, традиционный бизнес, никто вас учить не будет. Вы конкурент. И задача ваших конкурентов, чтобы ваш бизнес умер как можно скорее. Вы отнимаете прибыль. Поэтому единственные варианты обучения в традиционном бизнесе это дорогостоящие тренинги, обучение какое-то, да, специализированное. Вот. И повторюсь, в сетевом бизнесе вас с удовольствием обучат и передадут все знания, технологии работы в этом бизнесе. Так что знаний, как строить этот бизнес у нас, хоть отбавляй, да, потому что есть большой опыт и все готовы им поделиться. Распределение прибыли рассмотрим в традиционном бизнесе. В большинстве случаев у вас есть партнеры, соучредители. И прибыли делятся поровну либо пропорциональным вложением. Потом со временем, к сожалению, случается так, что кто-то начинает считать, что он вкладывает больше сил, времени, энергии, чем его партнер, да, и возникает вопрос о справедливости распределения прибыли. И, к сожалению, очень часто этот вопрос заканчивается войной и дережкой, вследствие которой бизнес распадается или вовсе рушится. Да, но если он распадается, то, конечно, уже и таких прибыли больших нет. Очень редко можно найти сразу единомышленников и ни в коем случае нельзя начинать бизнес с друзьями и родственниками, чтобы не разрушить дружеские и родственные отношения. А вот этот вариант уже на самом деле проверен очень редко, когда, если родственники, да, и друзья начинают совместное дело, то в результате, ну, еще с родственниками, может быть, с друзьями бизнес распадается и все, друзья больше не друзья. Что же у нас в сетевом бизнесе? Все просто, да? Кто как поработал, тот так и заработал. Тут есть наставник и партнеры, но есть и четкая система вознаграждения за труд. Кто больше товарооборот создал, тот больше и получает. И не зависит от того, кто когда пришел, кто под кем находится. И этот бизнес считается семейным. Он на самом деле, это идеальный бизнес для того, чтобы его строить с родственниками, с друзьями и с друзьями друзей. Конкуренция. В традиционном бизнесе, как обычно бывает, да? Взяли человека на работу, он поработал некоторое время, обучился, посмотрел, как все делается. И если это человек с мозгами, если он смышленый, смелый, то он откроет свой бизнес. Потому что он захочет получать больше, он не захочет, чтобы кто-то им руководил, указывал, да, что как делать. И он откроет просто подобный бизнес. И возможно, он даже его улучшит, а ваши доходы при этом могут упасть. Таким образом, вы сами себе выращиваете конкурентов. И от этого, к сожалению, никуда не деться. Потому что, когда приходит человек в ваш бизнес, вам, естественно, для того, чтобы зарабатывать, да, полноценно, вам нужен единомышленник, нужен человек, который будет все знать о вашем бизнесе. Да, Ален, исключения бывают, я не спорю, они бывают везде, во всем. Что же у нас в сетевом? Если вы взяли человека, да, показали ему, как этот бизнес строится и работает, и этот человек вдруг решит уехать в другой регион и страну и там свой бизнес развивать, да, так это для нас отличная новость. Почему? Потому что наш человек начнет зарабатывать больше, его товарооборот станет больше, а значит, увеличатся и наши доходы. Поэтому нам выгодно обучать партнеров и делиться с ними знаниями. Что касается оборотного капитала. Ни для кого не секрет, что для развития бизнеса нужен оборотный капитал. Это сумма, которую нужно инвестировать ежемесячно в бизнес, чтобы он функционировал. В традиционном бизнесе, если вы хотите увеличить прибыль, нужно увеличить и оборотный капитал. В традиционном бизнесе он, как правило, пропорционален прибыли. Если вы хотите удвоить прибыль, то, соответственно, нужно и удваивать оборотный капитал. То есть понадобятся средства для открытия и раскрутки, новой точки, нового какого-то там магазина, цеха и так далее. В традиционном бизнесе четко работает правило. Хочешь больше получать, нужно больше вложить. Что в сетевом бизнесе? Здесь для того, чтобы увеличить прибыль, нужно увеличить сеть потребителей продукции и тратить все ту же сумму 100-300 долларов и то на ту продукцию, которой сами же предприниматели пользуются. То есть хочешь зарабатывать 1000 долларов, вкладываешь 100 долларов. Хочешь зарабатывать 2000 долларов, вкладываешь все так же 100 долларов. То есть разница в инвестициях и увеличении прибыли колоссальная. Ален, что ты имеешь в виду, торопишься с слайдами? Так, а я рассказываю про оборотный капитал. Нет, что-то замедлено? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Все нормально, все в темпе идет или что-то задержка какая-то? Все нормально, да? Аленочка, может, у тебя приложение просто тормозит. Перезайди, пожалуйста. Поехали дальше. Свободное время. В традиционном бизнесе. Есть две категории предпринимателей. Работающие сами или наемные управляющие и специалисты работают, да? В первом случае, когда предприниматель работает сам, то свободного времени практически нет. Этот предприниматель на работе с утра и до поздна. Порой без обеда и выходных. И в этом случае, возможно, вы и будете хорошо зарабатывать. У вас будет квартира, машина, одежда. Но времени побыть с семьей, отдохнуть, съездить куда-то в путешествие, наслаждаться жизнью у вас, к сожалению, не будет. Ценой вашей хорошей жизни будет время. Во втором случае, если у вас работают наемные управляющие специалисты, то дела обстоят намного лучше. Бизнесмену достаточно поработать несколько лет, да? Настроить бизнес и получать пассивный доход, лишь изредка контролируя положение дел. А в свободное время наслаждаться жизнью. Что мы имеем в сетевом бизнесе? Здесь тоже есть две категории. Это продавцы и лидеры, организующие товарооборот. Продавцам очень сложно иметь хороший доход, так как ни один продавец не продаст столько, сколько организует лидер. Продавец не может уехать отдыхать, не потеряв при этом заработок. Ну, разве что он поедет в свой отпуск, да, тоже с сумками, с продукцией и будет продавать там. Вот, продавец должен всегда держать руку на пульсе. Для того, чтобы его клиентов не увели конкуренты. Потому что он может уехать отдыхать, да, здесь там кому-то там Маше или Кате там понадобится новый шампунь или косметика или еще что-то, или посуда. Ну, и они найдут у кого купить. Либо кто-то предложит более выгодные условия, да, с скидкой там или еще что-то. А у лидеров все стоит по-другому. Лидеры имеют возможность поработав несколько лет, да, там, 3-5 лет, вот я написала, и настроив свой бизнес больше не работать и получать пассивный доход. Им также достаточно будет уделять совсем немного времени, чтобы контролировать свой бизнес. Но, как правило, лидерам нравится такая жизнь. Им нравится сам процесс у бизнеса, они любят свое дело. И поэтому продолжают работать. Но вот смотрите, разница, да, между традиционным бизнесом и сетевым бизнесом во втором пункте. В чем? То есть и в традиционном бизнесе, да, во втором случае бизнесмен наладил работу своего предприятия и может больше не работать, а получать доход. И в сетевом бизнесе также во втором пункте лидеры могут наладить свой бизнес и получать доход. Но в чем разница здесь между традиционным и сетевым бизнесом? Кто как думает? Ребят? Что-то я не пойму, или слайды тормозят, или что, или запись как-то с двигом идет. Ну вот скажите, пожалуйста, то есть вот спрашиваю, да, традиционный или сетевой бизнес. Какая разница между двумя последними пунктами? Время и там, и там освобождается, да, и люди могут себе позволить не работать, а только получать доход. Да, Ален, правильно, нет вложений. К сожалению, для того, чтобы в традиционном бизнесе наладить вот такой процесс, нужны вложения финансовые и немаленькие. То есть вы видите, да, что на выходе одно и то же примерно, но в традиционном бизнесе нужны вложения. А в сетевом мы можем открыть свое дело и развивать его без вложений. Так, листаю слайд. Делаем выводы. То есть мы с вами сейчас проанализировали, да, все пункты. Так, что в традиционном время и деньги. Да, да, Данила, все верно, это тоже. В традиционном бизнесе возможны непредательства, да, конкуренция. А в сетевом, вот, чем мне нравится этот бизнес, это командный бизнес. То есть это надежный бизнес. Мы друг друга поддерживаем, мы друг другу помогаем. И здесь каждый заинтересован в успехе другого. Так вот, проанализировали мы сейчас с вами сетевой и традиционный бизнес, да, и какие можем сделать выводы из этого. То есть, сохраняя все преимущества, которые дает традиционный бизнес, сетевой не требует больших инвестиций, денег и времени и не несет столь серьезных рисков. Значительную помощь в этом бизнесе оказывает компания-партнер, которая берет на себя существенную часть нагрузки. А также в сетевом бизнесе гораздо меньше административных барьеров. На начальном этапе от участника требуется только желание, усилие и небольшая сумма денег, которая не идет ни в какое сравнение с инвестициями в традиционном бизнесе. После раскрутки участник оформляет уже полноценный партнерский бизнес, открыв предпринимательство. Как и любой другой бизнес, сетевой не дает гарантированного дохода. Зато он дает возможность неограниченного дохода при минимуме инвестиций и новые полезные знания и навыки обеспечивает поддержкой бизнес-партнеров. Вот согласитесь, в сетевом бизнесе, получив знания, которые дают лидеры, опытные, мы эти знания потом можем применить где угодно в любом другом бизнесе. Даже если вдруг что-то у нас здесь не получится, вот мы вначале обсуждали, что мы здесь теряем, что мы теряем время. Вот хочу сказать, что время мы теряем очень условно, потому что мы такой колоссальный опыт и такие знания получаем здесь, что это, наверное, нельзя все-таки назвать потерей времени. А также в сетевом бизнесе для получения дохода, например, в 30 тысяч рублей, нам нужно лишь расписать объем работы, который необходимо выполнить и трудиться. Этот объем вполне реально достижим, потребуется лишь наше время и усилия. А в традиционном бизнесе для получения такого дохода необходимо иметь предприятие со средним оборотом минимум 400-500 тысяч рублей в месяц, а то и больше даже. Для этого необходимы инвестиции, штат, оформление множества разрешительной и отчетной документации, прохождение всяческих проверок и многое другое, что сопряжено не только с затратами времени и усилий, а еще и финансовых средств. И как любая сложная система, что сопряжена со множеством рисков. Как любая сложная система, она сопряжена со множеством рисков. Вот, это то, что касается, ну, это один из минусов, традиционного бизнеса. Сетевой бизнес, он более технологичный, доступный и прозрачный. Это именно тот вариант, с которого можно и нужно вообще начинать свой путь в бизнесе. Если вы преуспели однажды в сетевом бизнесе, то вы уже не захотите поменять его на другой. Это логичный и взвешенный вообще вариант для тех, кто хочет экономически улучшить свою жизнь и делает выбор с умом. Данное решение наиболее взвешено и доступно для тех, кто задумывается о своем будущем уже сегодня. Вот написала я, что все гениальное просто, да? И в заключении я хочу сказать, что все вообще познается в сравнении. Можно долго спорить, что лучше, сетевой бизнес или традиционный, но понять можно лишь попробовав однажды или не однажды. Бывает, знаете, что предприниматели пробуют и такой бизнес, и такой и в итоге приходя в наш бизнес, они понимают насколько это благодарный и удобный и комфортный бизнес. Я лично знакома и с традиционным бизнесом тоже. Есть опыт и у меня личного бизнеса, и у мужа моего сейчас свой личный бизнес. и я хочу сказать, что я сделала свой выбор окончательно и это сетевой бизнес, сетевой маркетинг. В нем есть все, что мне нужно. Это свобода, это достойный доход, это сплоченная команда, позитивный коллектив, позитивные люди, и это конечно же возможности, которые дают наш бизнес. Это путешествия, это автопрограмма. Вообще хочу сказать, что в сетевом маркетинге на самом деле настолько огромные широкие возможности, что когда разобравшись в нем, ты открываешь глаза и все понимаешь, что просто даже находишься в неком шоке, что надо же насколько это вообще интересный и доступный и благодарный бизнес, такого в традиционном бизнесе, я не знаю, это наверное просто крайне редко исключения встречаются, да, и когда ты понимаешь все возможности сетевого бизнеса, ты понимаешь, что почему же думаешь, почему же раньше, да, ты не открыл на это глаза, почему ты раньше не пустил в себя эту информацию и не разобрался, поэтому всем новичкам я от души желаю тщательно разобраться в сетевом бизнесе и конечно же всем успехов, все, всем спасибо большое за внимание, рада была поделиться с вами информацией, всего хорошего, спасибо, спасибо,